Экономика должна быть экономной. Старый советский лозунг актуален сегодня. Все знают, сэкономленные деньги – это заработанные деньги. На сайте Челяб Торгтехники читайте, как экономить без ущерба качеству. Дома ты так не приготовишь. Дома мы все равно готовим достаточно просто. Это может быть очень вкусно, но в ресторан мы идем, чтобы получить что-то более утонченное, более интересное и что-то другое, нежели дома. То есть это и талант шеф-повара или вообще повара, которые там придумывают рецепт, там должен быть какой-то соус быть определенный. Рыба, она тоже, ее не только можно жарить и варить, да, то есть там различные могут быть технологии приготовления и так далее. Поэтому ресторан – это ресторан. И нужно делать такой ресторан, чтобы человек пришел, и как-то у него другие эмоции, наверное, появились. Ну, если нет здоровья, то вряд ли вы где-то его поправите в ресторане. То есть, если, например, все-таки в ресторанах с хорошей кухней, ну, скажем, тут уже, наверное, не фастфуд, да, не какая-то дешевая кухня, это уже все-таки идет более технологичное там и меню, и кухня, и блюда приготовленные, то вы можете не запустить свое здоровье. То есть это уже все-таки будет правильное питание. А поправить здоровье, ну, это, наверное, в больнице надо. Ну, раньше существовали, кстати, диетические столовые, где там все на пару, вареное, какое-то было. Но сейчас у нас такого нет. А может появиться? У меня, кстати, вот была такая идея, потому что очень сейчас люди, ну, не все, но определенное количество людей, которые вот прямо очень следят за питанием, здоровый образ жизни, это модно. И поэтому там рыбу на пару, мясо там на пару, еще там как-то сделано, чтобы не было жирно и так далее. То есть низкокалорийно. Спрашивают такие блюда, и все равно мы стараемся и, как бы, соответствовать этому. Поэтому сколько этих людей, вопрос, пойдут ли, оправдаешь ли ты вложения? Ну, на 60% это качество продуктов. И, ну, без мастерства, ну, можно и хороший продукт испортить. Можно. Да, да, и вот повар может испортить хороший продукт. Ну, хороший повар, взять плохой продукт, ну, не знаю, несомнительно, что он сделает, произойдет чудо какое-то. Я в это не очень верю. Есть, то и нет. Это, конечно, большой плюс. И зависимость выручки от шеф-повара, она существует. Конечно, если это невкусно, никто к тебе не придет. Ну, прям вот, только сказать, от шеф-повара нет. Здесь очень много разных факторов влияет. Кто готов сколько заплатить? Ну, от 50 тысяч. Если качество соответствует, как сказать, количеству денег и ожиданиям, да. То есть ты, да, есть очень дорогой, там, набор дорогих продуктов, блюдо дорогое. Иногда его пробуешь, а оно, ну, как-то оно не впечатляет. То есть ты говоришь, о, столько, ну, так дорого стоит, наверное, это что-то будет шедеврально. И ты этого ждешь. Ты готов заплатить эти деньги. Но когда ты не получаешь в ответ, ну, то есть ты испытываешь какие-то негативные эмоции. И бывает, что блюдо достаточно простое. Там, салат «Цезарь». Вроде, казалось бы, все легко и просто. Но можно его очень вкусно приготовить. И оно будет примерно, ну, не очень дорого стоит. И ты получишь массу удовольствия. Ну, цена-качество. Просто все банально. Французы. То есть они ходят в ресторан ужинать. Они, для них важно выбрать, чтобы было хорошее меню, то есть кухня и хорошая винная карта. Там японцы, у них там это все-таки какая-то церемония должна быть, важна, да. А русские хотят прожить часть жизни. То есть иногда, да, вообще не такое сильное внимание уделяют и кухне, и там. Ну, то есть вот здесь, наверное, важна все-таки для человека больше атмосфера, какая существует. То есть вот это вот различие нашей публики и европейский. И поэтому бизнес-то у нас в России такой немножко причудливый. Потому что все равно ты пытаешься все-таки для клиента же сделать, чтобы клиенту, чтобы не ходили. Ну да, мы с вами уже говорили на эту тему. Ну, сравнивать Украину с Россией, наверное, не стоит. Другие зарплаты, другой уровень жизни. В Италии они производители. А мы все покупаем, у нас все импортно. Это дорога, это таможня, это много-много всяких документов, которые подписывают чиновники. Очень часто у нас так складываются цены. И зарплата другая. Не знаю. Вот я так думаю, может быть, я ошибаюсь. Ой, я бы хотела, чтобы у меня была чуть-чуть больше прагматики, чем есть на самом деле. Потому что, ну, должно быть и то, и то. Если ты одна романтика, ну, поработаешь год и закроешься, потому что денег не заработаешь. Если только прагматика, ну, кстати, может и работать, и работать, и работать. Все-таки это бизнес, и должен быть прагматика. Наверное, мне кажется, больше прагматики нужно. Хобби — это все-таки такая вещь, что занимаешься в свободное от работы время. Это хобби. Работа не совсем могу назвать. Потому что делать свою работу... Есть определенные моменты у меня в работе, когда делаю свою работу. Которая касается, там, бумаг, экономических, там, вычислений. Там что-то, там что-то надо, потому что без этого никуда не деться. Наверное, все-таки смысл жизни. Бескорыстная любовь к клиенту. Ну, это какой-то, не знаю... Это, наверное, в церкви только. Ну, да, там вот это вот Бог... Бог только всех бескорыстно любит. Ну, что это? Это пафосно. Нет, я не люблю бескорыстных клиентов. Кого-то люблю, гостей, каких-то гостей, которые, на самом деле, придерживаются моей точки зрения, которые признательны. Не обязательно, что эти гости какие-то там самые дорогие вина пьют или самые дорогие блюда едят. Нет. Деньги. Деньги важны, да, если ты денег не зарабатываешь, ну, закроешься скоро. И что? То есть это как-то баланс какой-то, наверное. Первое, нужно создать команду. Команда, которая пойдет за тобой, которая тебя слышит, которая с тобой одних взглядов. Ну, даже если... Бывают разные взгляды, но это даже интересно, когда мы о чем-то спорим. Ты должна быть уверен. Хотя всех, конечно, это не может быть, но костяк должен быть. Людей, которые с тобой, которые за тебя, которые тебе всегда помогут. Это первое. Второе. Это вкусная еда. Ну, и хорошее обслуживание. Да, да. У меня философия немножко, наверное, другая. И, наверное, она не совсем правильная, потому что она не прагматичная. Ну, вот это вот просто... Я открывала ресторан когда, то есть у меня было видение, как должно быть правильно, в моем понимании. Если гость не дотягивает до этого уровня, это его проблема. Мы приучали гостей. Приучали гостей пить вино, разбираться в вине. Мы открыли им, что такое мишленовский ресторан. Дали понять, что такое вообще гастрономия. Что мне не будет... Да, там есть определенные простые блюда. Но у меня будут сложные блюда. То есть, наверное, это какая-то вот философия людей научить по-другому относиться, например, к тому же общепиту, который был до этого. Но он не должен быть такой. Он должен быть вот такой, какой я вам показываю, как должно быть. Ну и удивительно, что это сработало. Я просто сейчас удивляюсь, как это могло сработать. Наверное, просто не было ничего подобного. Я не знаю. Наверное. И на самом деле, то есть, и это все тяжело очень было, и давалось тяжело. Но мы все-таки упорно шли к этому. И шеф-поваров, их же, ну, не было. Поваров достойных, которые правильно отражают концепцию, которую ты хочешь принести. Поэтому были иностранцы повара. И который сейчас у меня шеф-повар, это русский мальчик. Но он отработал очень давно, он работал с французами. И я его отсылала обучаться во Францию. И еще буду отсылать. Потому что у нас еще нет этого, у нас еще не сформировано, как надо. Что это такое? Вот это искусство. Мы же говорили с вами. Это искусство. А люди никак к искусству подходят. И, например, за границей повар это престижно. Не каждый может стать поваром, особенно хорошим, который это достаточно там... Я не могу сказать, что очень высокие у них зарплаты, но это ценится, это престижно. А у нас повар, ну, как-то... У нас это не оценено. И до сих пор это еще не считается совсем престижным. Это плохо. И поэтому мы еще не совсем... Еще нужно научить. Да. Да. Конечно. У нас нет этих продуктов, которые... Ну, даже вот у меня работали французы. Казалось бы, они все это могут. И Николя там, когда делает, и Жан-Пьер приезжали, и звездные повара. Ну, у них это... Понимаете, вот... У них это привозят крестьяне, которые это делают. Они выращивают куриц, там резкая курица есть, которая у них стоит не так дешево. Там... Это они в магазине, мне кажется, там у них... Может, продают, я не знаю, по какой цене. Но мне говорили, что поставщик, который без всяких посредников им привозит эту курицу, она уже стоит 15 евро килограмм. То есть это... Это у них там. И это курица, которая там... Она... Она породистая, у нее там голубые ноги, там красный, там этот гребешок, она такая молочного цвета. То есть прям по расцветке должна... По килограммам должна быть определенная. То есть она у них живет обязательно два года. Она у них пасется на лугу. Они первые там какое-то время, там я не знаю, сколько она... Когда птенец. Они кормят молоком. То есть специальное зерно. Но они... Вот французы, они повернуты на это. И то, что ты приготовишь из брестской куриц, никогда в жизни не приготовишь из нашей. Ну, другая у нас. Или рыба, которая приходит у них из Британии, которые там... Вот они, рынки. Она свежайшая. И вот эта травка, которая у них... У нас нету столько салатов, у нас нету столько вот этой травы, которая душистая, которая вот она делает соус соусом настоящим. А масло? У нас масло все... Я могу, например, масло есть только на хлеб, на масло. Только там где-то в Европе, в Италии, во Франции. Потому что у них прямо... Оно вкусное, а у нас пахнет каким-то непонятно чем. Какой-то сывороткой проквашенной. Молоко, которое у нас не киснет, а оно расслаивается на две субстанции. То есть если там в какое-то тесто нужна сыворотка молочная, или в соус даже в какой-то бывает, а ты ее не можешь получить, потому что молоко у нас непонятно из чего сделано. Что туда добавлено вообще? То же... То есть, ну, сметана то же самое. У нас настолько это все как-то упрощено. Ну, нет у нас сельского хозяйства, понимаете? А в ресторане продукты – это сельское хозяйство. А это... У них это все на продуктах держится. Как считается, да, что одна звезда Мишлен – это если ты мимо проезжаешь где-то, ты, ну, зайди в ресторан, не пожалеешь. Две... Ну, если ты в этом регионе, ну, съезди. Хорошо. Три – специально приедешь, даже из другой страны. Ну, если едешь недалеко от нашего ресторана, я думаю, можно заехать. Самые счастливые люди на земле – те, которые могут вольно обращаться с временем, ничуть не опасаясь за последствиями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok